Тысячный день войны. Я начинаю свой рассказ с этого места из 674 дня, самого кровавого для города Киева. Тогда, 29 декабря 2023 года, Россия нанесла массированный удар более 110 ракет, беспилотники. И в тот день погибло больше всего киевлян, 33 погибших. И эпицентр этой трагедии был здесь, завод Артема, у которого отвалилась буква А, отвалилась в результате удара. Российской ракеты. Вот, посмотрите, вот этот завод Артема, здесь делают, а вот там, видите, некоторых этажей не хватает в результате российского ракетного обстрела. Завод Артема постоянно подвергался ракетным обстрелам с первого дня войны, но 29 декабря, на 674 день, россиянам удалась их главная атака. Они попали сюда несколькими ракетами кинжала. Не могу сказать, сколько это было, этих ракет, потому что никто точно не знает, сколько долетело. В тот день, по-моему, они применили их штук 9, сколько-то наши сбили, сколько-то не смогли. И тут под завалами погибло больше 30 человек. Но это был не первый случай. Вообще люди, которые живут здесь, в районе Лукьяновка, это какие-то героические абсолютно люди, которые до сих пор отсюда не уехали, потому что это самое подвергающееся бомбежкам и ракетным обстрелам место в городе, в городе-героем Киеве. Вообще, наверное, вот сейчас, когда, если там, не знаю, с девушкой знакомишься, спрашиваешь, а ты что такая дерзкая? Она говорит, я с Лукьяновки. И тогда сразу понятно, что она такая дерзкая. Если человек выжил все это время на Лукьяновке, то вот так. Сегодня весь выпуск вы будете слышать шум машин. Это шум большого города Киева. И я прошу вас отнестись к этому с радостью, не просто с пониманием, а с радостью. Это значит, что город Киев жив, несмотря на все происки россиян, несмотря на все попытки россиян его уничтожить. У меня даже была рубрика, помните, в те тяжелые совсем для Киева времена зимы 22-23, когда не было электричества, я выходил периодически, где-то фотографировался и писал, Киев жив, Киев жив. Мне хотелось самому себе это доказать. А сегодня я это знаю, что Киев пережил ту зиму 22-23, переживет и эту зиму 24-25, несмотря на тысячный день войны. А я ведь ввел вас вот сюда, к вот этому месту на заводе Артема, чтобы показать, какие разрушения причинила ему очередная российская ракета. Видите? Вот они, верхние этажи. А представьте себе, здесь ведь везде вокруг, в соседних домах везде живут люди. Им всем надо как-то жить, прятаться, и они знают, что сюда точно будет прилетать. Они это знают каждый день. И все равно здесь живут. Здесь также отсюда недалеко, на самом деле, находится клиника Ахматет. Туда мы сегодня не пойдем. Это рано еще слишком свежа. Сегодня выпуск немного исторический. С другой стороны отсюда, вот туда немного, пару километров, находится Бабий Яр. Помните, одна из первых ракет россиян прилетела в Бабий Яр? Они пытались попасть в телебашню, чтобы лишить нас связи. Вместо этого попали в могилы евреев, расстрелянных фашистами. Вот так, после того, как сначала немецкие фашисты расстреляли там евреев, потом российские фашисты направили ракету уже по месту их захоронения. Даже Израиль возмущался, даже Израиль тогда возмущался этим очень и очень сильно. Сегодняшний выпуск я решил сделать необычным. Все-таки тысячный день войны. И вы знаете, тысячный день это момент, когда можно немного остановиться в нашей суматохе. Вы и так каждый день меня видите. Ну, правда, в моем случае остановиться это, наоборот, пройтись. Встать с дивана. Вон какой шум. Встать с дивана и пройтись. Пройтись по этому городу, с которым я провел тысячу дней этой войны. Я абсолютно с ним сроднился именно за это время. Когда началась война, я еще не чувствовал себя киевлянином, а сейчас, ну, тогда же, очень чувствую. Поэтому мой телеграм-канал называется Михаил Жетельман. С Киева я, конечно же, больше киевлянин, чем украинец, так уж получилось. Я расскажу вам про разные отдельные эпизоды, связывающие меня, войну и этот город. Для моей жизни это важно. Это огромная, огромная страница. Да что там страница, целый том уже образовался в моей жизни. Сегодня в этом выпуске, конечно, будут и свежие новости. Тысячный день сам. Он и день большой трагедии, которая случилась в городе Глухове усилиями россиян. И день большой радости, большой нашей победы, настоящей, которая произошла в Брянской области. Но это все будет в конце выпуска. Я специально оставлю все актуальные новости на конец. А сначала мы пройдемся. Ну вот, посмотрите. Вот, как выглядит изблизи. И это место, многократно подвергавшееся, многократно подвергавшееся варварским бомбардировкам со стороны россиян. Когда был сотый день войны, сегодня тысячный, а я помню сотый. В сотый день войны еще не было даже канала Шательман, поэтому я даже не мог вас призвать ни на что подписаться. Я тогда все, что рассказывал, рассказывал. Сейчас перебегу дорогу перед быстро едущим троллейбусом. Кстати, троллейбусы ездят. Какой праздник? Зимой 22-23, мы их не видели. Ходили тогда автобусы с надписью «Это троллейбус». Да, было и такое. Но когда не было совсем электроэнергии. А сейчас троллейбусы, значит, Киев точно жив. Вот, и тогда на сотый день войны я написал поэму. Читал ее на разных каналах. Ну и публиковал везде, где мог. Кстати, Фейсбук тогда забанил ее. Как можно так плохо писать о россиянах? Написал мне Фейсбучик. А можно, потому что, например, вот видите вот эти стекла? Не видите, это не стекла, да? Это ДСП. Это станция метро Лукьяновская. Самая пострадавшая станция метро в Киеве за время российских бомб, бомбардировок. Сюда попало в общей сложности штуки три ракеты. И стекол здесь практически нет. Везде все заменили на ДСП. Но станция-то работает. Говорит, ребята с метро все это взяли и починили как-то, да. Так вот, когда было сто дней войны, я каждому дню войны посвятил отдельную строку. И потому что тогда в каждой строке была какая-то надежда. Надежда на то, что Запад нам поможет. Надежда на то, что оппозиционно настроенные россияне устроят переворот. И мы приветствовать будем их и так далее. Сегодня мы надеемся уже только на себя, на свои силы. Сегодня, чтобы дожить до тысячного дня войны, пришлось признать, что это наша новая жизнь. Что это наша новая реальность. Что это может быть и не что-то временное. Пришлось просто перестать гадать, когда эта война закончится. Да вы идите, проходите. Я себя снимаю. Я же, вы же знаете. Можно меня обнять? Можно меня обнять? Хотите, обнимайте, конечно. Вот так. А вы здесь живете, на Лукьяновке? Нет, я здесь работаю. А, ну тоже страшно, правда? Сюда летает? Я так вижу, я людям показываю, как сюда летает. Бывает, да? Ну вы смелая девушка с Лукьяновки, получается. Мы сидим в подвале. Сидим в подвале, ну логично, логично. Спасибо. Спасибо, вас как зовут? Алина. Алина, очень приятно. Видите, вот Алина, подписчица канала Штельман, безусловно. Я в первую очередь всегда смотрю вас, потом уже оставлю. Потом уже оставлю. Вот так вот. Вот так вот, тысячный день войны. На улице мы встречаем Алину, смелую девушку с Лукьяновки. Так вот, на сотый день еще можно было все это разобрать. А потом война превратилась в сплошную кровавую мясорубку, в которой уже... Ее уже не разделишь на отдельные строчки. Поэтому сегодня, сегодняшний мой выпуск не будет хронологией. Я выхватываю отдельные дни, отдельные элементы. Город, Штельман, война, героизм киевлян на этой войне. Это не будет полное описание. Это будут так, тысячи шагов по Киеву. Можешь сказать, прогулка по Киеву без Гордона. Вот так я назову сегодняшнее видео. Но это ирония. Я очень уважаю Гордона, вы сами знаете. Даю ему интервью. Вот такая Лукьяновка. Специально стою на фоне всех этих разрушений. Чтоб вы увидели. И поеду, сейчас сяду в метро, которое давно уже стало убежищем для людей. Поеду дальше, еще в какую-нибудь интересную точку. А это художественный Киевский музей. Музей Ханенков. Богатая коллекция живописи. Музей пострадал. Сейчас ремонтируют. Ремонтируют, потому что музей пострадал от обстрела 10 октября 2022 года. Это был примерно 220-й день войны. Поэтому сейчас, вот если вы увидите, рядом стоит такой рекламный щит. Смотрите. Видите, музей Ханенков. Через российскую агрессию. Коллекция убеспечена. Али мы продолжим працувать и для вас. Сейчас в этом музее проходит выставка. Я на самом деле пришел сюда, чтобы ее вам тоже показать. Но, как выяснилось, как все приличные музеи Киева, этот музей закрыт по понедельникам и вторникам. А это убедило вас, надеюсь, что у Шательмана все без обмана. Что если я сказал, что сегодня тысячный день, а вторник это тысячный день войны, то я вот прямо в тысячный день все это видео и снимаю. В тысячный день войны. Поэтому попасть в музей я не смог. А там сейчас выставка, которая называется Гаага Киев. Символичное название. На самом деле это красивое название. Потому что просто привезли картины гаагских художников. Голландскую живопись. Гаагские художники. Но к этой выставке есть насколько... Я проверял, честно, на сайте, что это работает. Я же не смог зайти, потому что вторник. Надеюсь, что работает. И там есть приквел к этой выставке. Гаагский фото... Как это? Фотожурналист. О, видите, музей мистецтв. Да. И гаагский фото-журналист сделал выставку, которая отражает судьбу Гааги как юридического центра мира. Где, собственно, проходят суды над крупнейшими в истории человечества военными преступниками. И где с распростертыми объятиями уже ждут и Путина, и Марию Львову Белову, и Шойгу, и Герасимову. И где снаряды. А не этот уже дождался. Там небесного суда. Ну, небесного такого в путинском смысле. И там ждут, естественно, этого, не помню, с лошадиной фамилией командующего ВВС и с военно-морской фамилией командующего Черноморского флота Российской Федерации. В музей мы не попали. Но музей подвергся обстрелу 10 октября. 10 октября 2022 года. Это знаковый день тоже в истории Киева. Потому что именно тогда, 10 октября 2022 года, началось уничтожение нашей энергетики. Это был первый, первый обстрел украинской энергетики. Мы тогда еще не знали, что нас ждет. Но именно с того числа, с 10 октября, начался отсчет вот этих военных преступлений, за которые попали в розыск в Гаге, и Герасимов, и Шойгу, и, конечно же, командующий стратегической авиации, который позже Путина был повышен до командующего всей авиации Российской Федерации. В тот день, ну вот сюда, детская площадка, детей показывать нельзя. Тут дети сейчас гуляют, их прям много, а детей у нас в кадре быть не может. Поэтому я вам покажу кусочек детской площадки. Вот она, видите, слоники, качелечки, черепашки, все дела. Прямо возле музея детская площадка. Но есть нюанс. Вот здесь у меня за спиной, вот там, где гуляют эти дети, 10 октября 2022 года была огромная воронка, глубиной 3 метра. Это российская ракета Х-101. Ну, повезло, что в это время никто не вывел детей гулять. Видимо, от воздушной тревоги умели тогда еще люди прятаться, да и сейчас умеют. Поэтому все дети остались живы, а была только уничтожена вот эта вот детская площадка. И вы знаете, это тоже был, ну такой новый цинизм, что ли, россиян, что они бьют по детским площадкам. До этого, да, мы знали, что уничтожен Мариуполь, что разбомблен роддом, полностью снесен в Мариуполе. Про многие города мы это знали. Но как-то вот так целенаправленно детские сады, школы, детские больницы пошло, пожалуй, тоже с тех пор, когда и энергетика. Мне кажется, что в тот день россияне, что называется, отвязались. Они сказали, да гори, они все огнем. Да, мы убийцы. Да, мы абсолютные военные преступники. Да, только так, только так. Мы не остановимся ни перед чем. Мы займемся именно геноцидом. Вот цель геноцид украинского народа была конкретно поставлена 10 октября 2022 года. 220-й день войны. Сегодня мы, напомню, в тысячном дне войны. Я привел вас вот сюда. Тоже знаковое для меня место. Памятник Тараса Шевченко. Я тогда в начале войны ходил, у меня была такая рубрика на фейсбуке, называлась «Дневной дозор». Я ходил, обзирал Киев и что мог, потом какие-то впечатления писал. Но ничего не фотографировал, потому что никогда не знаешь, какой здесь, где какой военный стоит, где какое заграждение, которое нельзя показывать. И вот это первая фотография, первое селфи, которое я выложил, по-моему, во время войны. Я на фоне вот этого вот Тараса Григорьевича Шевченко. И я просто написал тогда, ну в качестве шутки, у меня же подписчиков очень много зарубежных, они не знают, да, как выглядит Киев. Говорю, вот, решил фотографироваться на знаковых местах Киева и селфи на фоне Шевченко. Ну и получил тысячу комментариев. А где Шевченко? Вот, Тарас Григорьевич Шевченко. Когда я увидел его впервые вот так загороженным в лесах, я, честно говоря, думал, что, как вам сказать, что это ненадолго, что Тарас Григорьевич так ненадолго. Обошел тогда все памятники, на всех сделал селфи, каждый день новое. Ну так развлекал людей. А оказалось, что и через тысячу дней памятники стоят вот так вот, защищенные от российских варварских бомбардировок. Снова, снова какое-то дежавю на мое детство ленинградское, знаете. Нам на всех экскурсиях ходили мы помимо каких-то памятников. И нам про каждый памятник, экскурсовод, тогда после блокады прошло-то, ну, жалких там реально. Слушайте, сегодня понимаешь в своем возрасте, что это было жалких там 30 лет. И экскурсоводы рассказывали, что, знаете, вот эти кони, Клод-то там, что их вот взяли, выну, сняли с постаментов, закопали рядом. А вот типа памятник, по-моему, этот, медный всадник, его обложили весь мешками, там, загородили. И все это казалось какой-то древнейшей историей. Но для меня вот честно, что фараоны, что медный всадник, обложенный мешками, все это было одинаково, древняя история. А сегодня я вижу это здесь, в Киеве. Сегодня Киев уже тысячу дней. Ну, из тысячи дней Тарас Григорьевич в таком виде провел, наверное, дней так 970-980. Так что через 20 дней он будет, у него будет юбилей, стояние в таком виде. А вот еще здесь в этом парке целая моя галерея, что ли, моих событий этой войны из этих тысячи дней. И вот это место я вам тоже покажу. Внутрь, наверное, сейчас не пустят, а когда-то пустили, когда это было максимально нужно мне лично. Потому что это, друзья мои, кто помнит, юрта незламности. В прошлый раз вы ее не могли видеть снаружи, потому что снимал я ее тогда ночью. Почему ночью? Потому что тогда все время была ночь в Киеве. Это было как раз тут. После того, как 10 октября они разбомбили впервые нашу энергетику, то у нас исчез свет. В Киеве так тотально была, тотальная тьма. Генераторов тогда еще не было. И появились пункты незламности, то есть точки, где можно спрятаться, попить чаю и так далее. И казахи, Казахстан, открыли два таких пункта незламности. Один, по-моему, в Буче, если я не ошибаюсь. А второй вот здесь, в центре Киева. Я зашел, но там были замешаны какие-то казахские бизнесмены и так далее. И вот ночь, я иду, ну, тотальная тьма. И вдруг смотрю, светится лампочка. Я такой прихожу, вау, тут может быть что-то есть. Захожу, и мне сразу дают горячий чай. Причем казахи настоящие, просто ребята, которые учатся в университете здесь. Вот, настоящий горячий чай напоили меня внутри этой юрты. Там просто какие-то фотографии, какие-то картинки Казахстана, по-моему, были. Даже уже и не вспомню. Но я снимал отсюда репортаж тогда, зимой, 22-го года, короткий. Но он был ночью. Он был ночью. А сейчас вот при свете дня мы видим эту юрту. Пригодится нам это зимой. Пригодится ведь у нас снова отключение света. Россияне просто решили у нас задолбать реально. Просто задолбать. В тысячный день войны они снова уничтожают нашу энергетику. Чтобы нам уже просто, вот просто нам от них обрыдло, понимаете? Вот реально обрыдло уже. Одно и то же. Я никогда не думал, что эта зима повторится, зима 22-23. Но, похоже, мы на грани того, чтобы она в ближайшее время повторилась. Но веду я сейчас вас к одной из самых, не знаю, трагических страниц в истории этой войны для Киева на сегодняшний день. Именно городской. Понимаете, вот у каждого же, у каждого же человека есть своя история этой войны. У многих погибли родные, у кого-то дети, братья, родители. И это как бы личная история каждого и наша часть нашей общей истории. А я вам показываю тысячу дней именно Киева, города. Города, с которым я встретил эту войну. И для Киева, наверное, этот перекресток останется навсегда в истории этой войны тоже. Ничто не выдает того, что на этом перекрестке происходило. Все на тот же 220-й день войны. Все того же 10 октября 2022 года. Одна из русских ракет. Утром я очень хорошо помню этот звук. Потому что у меня дом затрясся вот от этого взрыва. И одна из русских ракет упала вот сюда. Вот на этот вот прямо перекресток. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь лежали мертвые люди. Вот здесь, на этом переходе. Конкретно мертвый человек лежал. Вот здесь, помните, наверное, кадры. Может быть, вы помните, как девушка бежит, молодая, вдоль забора. Вот этого забора. Вот туда, в ту сторону. И прячется от ракеты. Кричит и прячется от ракеты. Она, кстати, не пострадала, осталась жива. Но здесь машины стояли в пробке. То есть россияне ударили в час пик, когда машины стояли в пробке, чтобы убить как можно больше. И действительно, сгорело там штук 10 машин. Погибших на этой точке было 5 человек. Раненых, по-моему, 15. Ну, посмотрите. Здесь была тоже огромная яма, воронка от этой ракеты. И как быстро город, конечно, залечивает свои раны. Это удивительно. Людей-то не вернуть. А город, он оживает. И вот это то, чего мне не хватает здесь, это памятника. Я понимаю, что ставить его будут только после войны, не сейчас. Но памятника мне здесь не хватает этим людям. Потому что я-то помню, я-то уже не забуду. Но я же хочу, чтобы следующие поколения помнили. Чтобы никто не забывал, что сделали россияне на этом перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко. Но сейчас я вас доведу еще до одного места. Тут уже раз мы разошлись по этой улице, то мы немножко еще пройдем по ней. Мы сейчас с вами, как вы помните, делаем тысячу шагов по Киеву на тысячный день войны. Оно же прогулка по Киеву. Без Гордона. По Киеву без Гордона. Ну, слушайте, не мог я не добавить юморок. Я понимаю, что Без Гордона звучит так, как мечта любого мужчины. Шутка, 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 шутка. Фу-фу-фу. Да. Сейчас я вас проведу, покажу одно здание. Россияне думали у себя на картах или почему-то, что это Верховная Рада Украины. А это оказалось не Верховной Радой Украины, а Дом Учителя. Поэтому они ударили по Дому Учителя. Это все та же ракета. Все та же ракета. Вот, кстати говоря, то, что памятники закрыли такими оборонными, как сказать, защитными системами, это пригодилось. Вот, смотрите, сейчас покажу вам дыры от осколков российской ракеты. Это памятник Михаилу Грушевскому. Памятник Михаилу Грушевскому. И видите, наверное, да, отверстие в нем, в защитной, в защите памятника. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо вам за ваши видео, за вашу позицию, за вашу посмешку. Я еще хочу. Можем вас в кадр пустить или не хотите? Вот. Вот встретил человека. Видите, вот такой вот человек. Вот он с нами тоже. И он смотрит, правильно? Да. Спасибо вам. Как вас зовут? Меня зовут Лю Борис Василь. Моя псевдо-дед Василь на фронте было. Я воевал в добровольчих батальоне Николы Коханинского комбатный. Недавно мы его поховали, на жаль. Я организовал в Раджевске ходу, протечу Майдану. Я громадянин Сполученных Штатев. О, громадянин Сполученных Штатев. Вот так же встретились громадянин Сполученных Штатев и громадянин Израильщины. И мы спелкуемся на самом историчном месте. И сейчас, вот сегодня презентовал план по ретунку украинства, то есть украинской державы и политической нации по боку, по единоциду, который на нас оживляется. Ну что ж, вот так, видите, такие люди у нас в городе. Все, я побежал. Я сегодня же тысячный день войны снимаю, сами понимаете, репортаж. Спасибо. Вот так присоединяйтесь, подписывайтесь. Человек, между прочим, добровольцем воевал. Вот таких людей встречаешь на улице Киева каждый день. И меня спрашивают, а где вы берете силы, что вас вдохновляет? Вот это меня вдохновляет, когда вот так люди, которые лично воевали, лично говорят, что их радуют мои посмешки, что можно смеяться. Я вот сейчас шел и думал, а уместно ли, что я опять тут смеюсь, понимаешь, то проходя по такому трагичному месту. Но вот этот человек меня только что убедил, что да, можно, можно, можно. Ну и до дому учителя мы с вами все-таки дошли. Он, конечно же, огорожен, как многое у нас сегодня в Киеве. Но и на нем. Вот они, вот они раны от российской ракеты, видите? И тоже. Не зря я вспомнил этих коней Клотта. Коней Клотта на Анечковом мосту в Ленинграде. У них в постаменте насечки от немецких бомб и немецких снарядов. И мне опять тогда казалось, ну, слушайте, ну, когда это все было? Это же не может повториться. Но оказалось, что в России они могут повторить. Они слов на ветер не бросают. Они сказали, мы можем повторить. И повторили абсолютно вот эти варварские безумные обстрелы. Вот там ранение. Безумные обстрелы, разрушение зданий. Да. Но идем мы по этой улице. Она для меня тоже стала в каком-то смысле родной. Почему? Расскажу. Ох, начинается Киев театральный. С этого места начинается Киев войны театральной. Мы сейчас дойдем с вами до еще одного исторического места. До здания Киевской оперы. А в Киевской опере, как вы знаете, поет солистка Ольга Матушенко. Обычно она исполняет главную партию в Наталке Полтавке. Ну, еще много чего поет. Вот сейчас как раз идет Травиата 24-го листопада. То бишь в эти выходные, да, получается? В эти выходные Травиата. Прошу всех приходить в Киевскую оперу. Поддержите Киевскую оперу, кстати, просто тем, что покупаете билеты и ходите в нее. Ребята поют всю войну. Они закрывались очень ненадолго. И потом стали петь. И вот познакомился я с Ольгой Матушенко уже во время войны. И оказалось, что она солистка Киевской оперы. Чем занята? Кроме того, что поет. А тем, что делала она и делает окопные свечи для солдат. И все это было, ну, дай бог памяти, наверное, в... Ну, боюсь ошибиться. Но я думаю, что в ноябре 2022 года мы обсуждали с Ольгой Матушенко вот эти окопные свечи. Она сказала, что ей нужно 100 килограмм парафина. 100 килограмм парафина стоило 14 тысяч гривен. Ну, а где взять 14 тысяч гривен? Она говорит, слушай, а можешь вот на канале, на своем, попробовать призвать людей, задонатить на банку? Вот я сейчас повернусь к опере, чтобы это говорить, как бы. Вот она, Киевская опера. Не изламная абсолютно Киевская опера. Можешь, говорит, задонатить, ну, чтобы люди задонатили 14 тысяч гривен? И я попробовал. Провел тогда, слушайте, тогда это было как? Мы проводили специальный стрим. То есть не просто в обычный день, я говорил, там, кстати, заодно, слушайте, вот нам нужно там на рэп или на что, на танк. Нет. Это был отдельный специальный стрим. У нас было тогда подписчиков, ну, где-то 40 тысяч, наверное, подписчиков. И 40 тысяч подписчиков собрали не 14 тысяч гривен, а 140 тысяч гривен, на тонну парафина. И в результате Ольга заставила всех солистов оперы и всех артистов оперы делать свечи. Вот тут в подвале оперы. И потом меня стали все время звать на все спектакли. Меня приветствуют все время, значит, оперные певцы, потому что они понимают, что из-за нас с вами, из-за активности Ольги Матушенко и из-за нас, шательманцев, они каждую зиму делают окопные свечи. Вот такой был. Вот такой был тогда сбор. Но, почему я этот сбор особо отмечаю, именно с него, с этого сбора, пошла в целом история проектов по каким-то сборам донатов на канале Штельман. То есть все началось с этой хрупкой девушки Ольги Матушенко. Она это придумала, что можно оказываться, канал Штельман может быть не только информатором всех, не только каким-то там поднимателем настроения, но и реально организатором помощи, как вооруженным силам, так и тылу. Мы помогали, вот сколько было за тысячу дней. Слушайте, вот если так вспомнить по дням, да, примерно, то где-то на 250-й день мы собирали на парафин для этих свечей. Кстати, интересно, что ровно через год на 600-й день мы снова собирали на парафин для этих свечей. А это значит, что в этом году на тысячу какой-нибудь 20-й день тоже будем собирать на парафин для окопных свечей. Это-то никуда необходимость не делалось, у Ольги куча заказов. Потом у нас были сборы на... Когда взорвали дамбу Каховского водохранилища, вот тут день я не вспомню. Какой это был день войны? Наверное, где-то... Ну, так как это попытка нашего наступления в 23-м, значит, это 400-й какой-то, 450-й, может быть, день войны. Точно не вспомню. И я тогда поехал на ВДНГ, нашел там, куда привозят этих пострадавших животных из Херсонской области, и вы пожертвовали в тот день, задонатили миллион гривен. Ну, а сколько мы собирали потом уже на военных. Но все начиналось вот так. Как это? Все, что мы с вами эстрадой зовем, все начиналось от этих подмостков, от подмостков с Киевской оперы. Ну, а самое главное для меня событие в Киевской опере было, когда меня на Кармен, опере Кармен, застала воздушная тревога, нас всех. И всем сказали эвакуироваться, встаем, типа, уходим в убежище. И все это было за пять минут до финала оперы Кармен. Пять минут до финала. Значит, ну, я вам уже много раз рассказывал, что с тех пор так я и не знаю, чем закончился Кармен, потому что пока мы забирали наши пальтишки в гардеробе, чтобы прятаться в убежище, нам объявили, что продолжения оперы не будет, потому что актеры, у них разогретое горло, они не могут потом продолжить, если такая большая пауза. И мы в гардеробе стали спорить, а что там в последней сцене, кто кого убил и кто на ком женился. Так и не знаем, так и не выяснила наука, чем там Кармен заканчивается. Но я вот так бегу, чтобы показать вам еще один театр. Наверное, шумно на улице, но что поделать, это не самый страшный шум, это шум мирного мира в городе. Машины ездят, они сирены воют. Может быть, мы сегодня еще и сирену услышим, но пока что это ездят машины по городу. А веду я вас, таких молодых, в Театр Леси Украинки, другой киевский театр, с которым тоже неразрывно для меня связана война. Почему? Расскажу. Дело в том, что первый день войны, вот вам из Тысячного возвращаюсь в первый, я должен был идти в Театр Леси Украинки. Меня позвала одна прекрасная девушка в Театр Леси Украинки, подарила мне билет нам, ну вернее, ну не важно, в общем. Короче, у нас были билеты в Театр Леси Украинки, и мы должны были пойти на спектакль, название которого история не сохранила. Но в Театр Леси Украинки мы с ней не пошли, потому что утром, 4 часа 30 минут, этого самого 24 февраля, началась полномасштабная война россиян против Украины. Вот так для меня теперь Театр Леси Украинки и полномасштабная война, они сошлись вместе. Причем, знаете, ведь тогда, в тот день я должен был идти в Театр, который назывался Театр Русской Драмы имени Леси Украинки. Театр Русской Драмы. Потом уже, по-моему, это было, ну потом эта девушка меня поправит в комментариях, то ли 8-го, то ли 9-го апреля, не помню, мы все-таки пошли с ней в Театр Леси Украинки. Но это был уже совсем другой спектакль и совсем другой театр. Этот театр уже назывался по-другому, он назывался Театр Драмы имени Леси Украинки. Не Русской Драмы, а просто Драмы. И мы смотрели спектакль, который длился 40 минут. 40 минут спектакль по стихам Леси Украинки. А почему 40 минут-то? А потому что дольше между тревогами точно не уложишься. И спектакль шел в подвале Театра Леси Украинки. Там в подвале есть небольшая сцена, то ли, я не знаю, то ли ее специально оборудовали, то ли это малая сцена этого самого Театра Леси Украинки. Но вот есть там, есть в подвале такая штука. И тогда, почему я вспоминаю этот исторический день? Потому что это был первый спектакль в Театре Леси Украинки. Вообще первый спектакль в военном Киеве. Мы только 2-го апреля закончили наши ВСУ разгром россиян под Киевом, разбили полностью войска российские. Они бежали в Беларусь, увозя, как вы помните, матрасы, унитазы, стиральные машины, какие-то бамперы от автомобилей, которые они потом по почте из Беларуси себе в Россию отправляли. И вот они туда бежали, и тогда театр снова приступил к своей работе. На первом спектакле был министр культуры, и вообще нас было всего 100 человек. Главные, можно сказать, театралы Киева. Я вообще никогда главным театралом Киева не был, но вот неожиданно оказался. Давайте попробуем, может тут открыто. Хочу вам показать саму Лесю Украину. О, открыто. Ну-ка, дальше дверь. И дальше открыто. А вот и Леся Украинка сама. Она здесь, в своем театре. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите. Вот, пожалуйста, сама Леся Украинка. И совсем уж не чужой для меня театр стал, когда мою пьесу, которая выиграла международный конкурс драматургов, уже во время войны она выиграла этот конкурс в Германии, драматургов, которые пишут по-русски, но не из России. И меня сначала взяли эту пьесу сюда, в театр, рассмотреть, на постановку. А потом сказали, не, она же по-русски. У нас теперь по-русски нельзя. Поэтому одна из наших зрительниц перевела это на украинский язык, и пьесу уже взяли на рассмотрение на украинском. Но мы сейчас еще куда-нибудь отправимся. Тысяча шагов по Киеву без Гордона. А это киевляне легко узнают. Это золотые ворота. Когда-то через них можно было зайти в Киев, и россияне, наверное, тоже надеялись пройти через золотые ворота. Только хрена им лысого. Ничего им не получилось. Болт им. Болт россиянам. Да-да-да, я привел вас, собственно, сюда, на золотые ворота. Не только потому, что это место замечательных встреч. Здесь могут быть незабываемые встречи. Здесь, если надо, говорят, они молчат. А потому что я привел вас сюда, на золотые ворота, чтобы показать вам болт. Серьезно, это не провокация никакая. И это не реклама, прошу заметить. Я хочу вам действительно рассказать про... Про кое-кого, кто стал моим настоящим другом за время этой войны. Вот он. Болт. Где? Видно его? Вот он. Да. Вот такой самокат. Вот такой самокат стал моим другом. Постоянно беру их на прокат. Почему? Почему именно их-то? Ну, это же не реклама, я же вам честно говорю. А потому что, когда апрель 22-го года, ну, сороковой день войны, наверное, на сороковины, на сороковой день войны, мэр города Кличко, когда уже россиян мы от города отогнали наше ВСУ, он попросил компании самокатов вернуть самокаты на улицы. Передвигаться по Киеву в марте было очень сложно. Метро раз в час, другой общественный транспорт. Да я не помню, честно говоря, был ли он вообще. В основном я ходил пешком. В основном такси тоже тогда. Ну, на другой берег вообще невозможно. Внутри берега была большая проблема, скажем так, или очень дорого, или нет. Я в основном ходил пешком, километрами, десятками километров в этом дневном дозоре своем. И когда Кличко сказал, что можно вернуть на улицы самокаты, то это была единственная компания, эстонская компания, насколько я понимаю, простите меня, ребята, из Болтай, если я ошибаюсь, насколько я понимаю, это компания изначально эстонская, ну, естественно, украинский филиал. Они были единственные, кто вернул самокаты на улицы. Единственные. И я стал благодаря им ездить в бассейн, там, еще на какие-то места. Но знаете, что уникально они сделали тогда? Они сделали за полцены по сравнению с довоенными. То есть мало того, что люди рискнули всем, что у них там было в имущественном смысле, они еще и понимая, что денег у людей сейчас нет, сделали это просто за полцены. Это был такой прямо мега-патриотический акт со стороны коммерческой компании. Ну, лично мне так показалось. Я офигел. И я с тех пор, когда есть разные, я пользуюсь, честно, самокатами разных компаний. Но если, когда я встречаю, что есть самокат именно этот, я, конечно, сажусь на него. Поэтому, кстати, кто видел меня в журнале «Клуб» с латвийском, там я еду на этом самокате на фотографии. Для меня это стало, знаете, каким символом? Вот когда я приехал в Израиль, там я вам говорил, «Кока-кола была, а пипси-колы не было из-за арабского бойкота». И с тех пор я понимаю, что «Кока-кола» – это наши. И еще там были автомобили «Субару». У половины населения Израиля был автомобиль «Субару». Потому что почти все автомобили не продавались в Израиле из-за того же самого арабского бойкота. У половины была «Субару», у второй – «Пландаяцу», у третьей – «Плэйна» – «Муча-Буча». Поэтому, когда я смотрю на «Субару», для меня это тоже символ того, что компания не сдалась как бы арабскому бойкоту и была с Израилем в те тяжелые годы. Вот такой компанией для меня всегда останется вот эта. Это не реклама, как вы уже догадались. Я просто показал вам еще одного своего маленького друга войны, который сопровождает меня с 40-го дня. И до самого тысячного я вот сюда приехал ровно на этой штуковине. Да. Вот только рассказал вам, что на «Золотых воротах» бывают незабываемые, неимоверные совершенно встречи, и тут же встретил девушку из Северодонецка. Она сама ко мне подошла, рассказала, что… На украинском, кстати. Рассказала, что постоянно они с мужем смотрят выпуски на канале «Шательман». Поэтому всем рекомендую вам подписаться. Говорит, и завтракаем с вами, и ужинаем, и засыпаем под «Шательманом». И вы знаете, что она сказала девушке из Северодонецка? Она говорит, вы что, Михаил, вы там говорили что-то про компромисс? Нет, не может быть никакого компромисса. Вы что? Вы не представляете себе, что творится сейчас на оккупированных территориях, что там творят россияне. Вот так Киев стал. Это же тоже часть Киева, знаете. Люди, которые приехали с оккупированных территорий, люди, которые приехали оттуда с прифронтовых территорий. Этих людей здесь много. Наверное, ну, миллион. У нас сейчас в Киеве, у нас до войны было, ну, так, никто официально не знает. Ну, типа миллион три с половиной. Сейчас за четыре миллиона, я думаю. Хотя зимой два, нет, ну, не зимой. Наверное, вот в апреле 22-го было где-то меньше миллиона. Кличко говорил, меньше миллиона оставалось. А сейчас вот так людей встречаешь. Я встречаю людей, они из всех концов Украины. Я географию Украины выучил по тем людям, которых я встречаю здесь. Ну, восточной Украины, южной Украины, Николаев. Оккупирован территорией Меритополя. Очень много людей из Мариуполя. И вот сегодня девушка из севера Донецка. Наверное, кстати, первая встреча именно с человеком из севера Донецка. Я не стал ее. Сначала подумал, сейчас попрошу ее сказать на камеру. Мне мама там сейчас осталась под оккупантами. И она говорит, я знаю, что там происходит, вы не представляете себя. Поэтому я прям специально остановился снова на Золотых Воротах. Ну и как? Что без котика в кадре я же не мог, правда? Узнаете этого котика? Знаете? Это памятник котику на Золотых Воротах. Насколько я помню, честно говоря, я могу ошибаться, но, по-моему, это достаточно трагическая история. Потому что вот здесь вот рядом где-то сгорел ресторан, символом которого был этот кот. И, насколько я помню, кот погиб при пожаре. Что, впрочем, уже стало грустной традицией этой войны, что животные страдают не меньше, чем люди. И киевские животные, конечно, тоже. У меня в начале войны, вон, птицы остались без корма, без еды, без ничего. Собаки бродячие пришли в город кормить приходилось. Просто пришли в город бродячие собаки. Белки из леса прибежали. Не знаю, почему белки прибежали. Реально, 22-й год. Белки в городе. А вот котов бездомных нет. Всех забрали. Все-всех перебирают себе. Так что все нормально. Киев жив. А вот это здание прославилось 31 декабря 2022 года. Примерно 310-й день войны. Новый год. Россияне решили поздравить украинцев с Новым годом. Все-таки второй год войны встречаем. И ударили массированно тогда по центру Киева. Тогда как раз шла кампания по уничтожению нашей энергетики. И вот, видимо, им померещилась здесь какая-то энергетика. Какая энергетика им померещилась? Ну, хорошая энергетика у этого отеля. Я пришел сюда в тот день. Здесь была огромная дыра. Вот примерно отсюда вот это вот. И вот досюда вот такого куска здания. Его не было. На его месте была яма глубиной в несколько метров. Вот все это провалилось туда в землю, под землю. Потому что это была баллистическая ракета «Искандер». Прилетела из космоса к нам. Спасибо Гагарину. И пробила все это насквозь. Один человек погиб. Тогда вошли в историю эти кадры. Помните, японского журналиста выводят отсюда раненого из этого отеля. Но посмотрите, как круто. Это уже примерно год назад. То есть ушел примерно год на то, чтобы отель не просто заработал, а приобрел абсолютно прошлый вид. Как будто ничего не было. Как быстро город залечивает раны, город Киев. Это поразительно. Никогда не мог подумать. Мне казалось, что город стоит в руинах потом еще десятилетиями. Нет. Вот как будто бы ничего не было. Но на самом деле, во-первых, было. А во-вторых, свидетельств много. Ну, сейчас я вам покажу. Вот, например, посмотрите. Вот на углу. Видите, это соседнее здание с отелем «Альфа Вита». Ему повезло меньше. Оно просто какое-то здание. Как видите, все вот эти окна, они, естественно, все были целы. Причем, ну, до обстрела россиянами. Причем, вот, видите, от СУ сюда падает ракета. Я вот тогда впервые увидел, как это, что такое последствия прямого попадания Искандера. Вот все окна были выбиты. Это сверху уже тоже новое застекление. А балконы с той стороны, с задней стороны, как бы с тыльной, они улетели туда, во двор. То есть это все вылетело насквозь, все, что здесь было. Ну, к счастью, насколько я понимаю, это здание более-менее пустовало 31 декабря, потому что оно то ли офисное, то ли что-то такое. Не знаю. И поэтому именно никто в этом здании не погиб тогда. А здесь вот, пожалуйста, тоже под другим углом, напротив того же отеля. Вот отель. Вот еще один угол. И вот это, я не знаю, завод какая-то здесь написано. Сейчас тут медично-санитарная частина. Но что это такое, я не знаю. Какая-то медицинская санчасть. Видите, что окон нет. Вообще в Украине всегда все аккуратненько. Окна чистые, помытые. Россияне такого не любят. Поэтому они выбили все окна в этом здоровом здании. Ну и вот, не буду ходить вокруг, это слишком долгий был бы поход. Но вот видите, это здание. Оно отсюда, расстояние достаточно большое, но видно, что это что-то массивное, здоровое, большое. Это палац Украина, дворец Украина. Самый, наверное, один из самых больших концертных залов в Украине, если не самый большой. Ну, в Киеве точно, если не самый большой. И в тот день в этом зале должны были проходить детские мероприятия. 31 декабря, елки, понимаете. Детям же не объяснишь, что елки не будет, в связи с тем, что на нас россияне напали. Поэтому, возможно, одна из версий, зачем били россияне именно в этот район, это попасть в дворец Украина. Это отчасти удалось. Действительно, взрывной волной окна этого самого дворца Украина, они влетели внутрь этого здания. И, к счастью, никого не ранили. Тоже повезло, повезло нам тогда очень сильно с этим обстрелом. Ну, вот вам, да, ну вот, еще один. Еще один день из жизни Киева, еще один из тысячи дней этой войны. 31 декабря 2022 года. Все, кто был в Киеве в этот день, я уверен, помнят этот грохот от взрыва. Помнят. Его слышал весь город. Киевский митрополитен стал мне близким другом за тысячу дней. Я сам не так много провел в нем времени, прячься от бомбежек. Но, во-первых, он спасал в начале войны. Да, поезда ходили один раз в час. Один раз в час. Но тебе нужно было куда-то попасть. Мне нужно было спасать крысу. Она у меня болела. И Киевский митрополитен доставлял меня пусть и раз в час. А на станциях, на платформах жили люди. Ты приходишь, а там спят люди со спальниками. Принесли с собой термосы, там, палатки. Реально в палатках жили. Некоторые станции были более заселены, а некоторые меньше. Как будто это, знаете, фильм про апокалипсис. Что вот на этой станции живут много, а на этой мало. Я помню, как плотно была заселена станция Золотые ворота. Я там как-то чаще всего бывал. Вот она была заселена очень плотно. А еще было удивительно, что тебя пускают бесплатно. Ты заходишь в метро, как король, потому что это убежище. Платить за убежище не надо. Плату обратно ввели, уже не помню. Через несколько месяцев после начала войны ввели обратно плату за киевский митрополитен. На входе стояли полицейские с автоматами. И военные, по-моему, тоже стояли. Сейчас уже не вспомню. И нужно было показывать документы. То есть в метро пускали по паспорту. Паспорта у меня, как вы понимаете, нет. Приходилось ходить все время с израильским паспортом. Ну, паспорта украинского нет. С израильским паспортом, с другими документами. То есть в метро попасть для меня было непростой логистической задачей. Не такой простой, как для обычного киевлянина. Но вот теперь я прям главный по метро тоже стал. Наверное, внутри снимать не буду. Не буду пугать, потому что товарищи милиционеры, они по-прежнему здесь стоят. А их снимать мы не будем. 1369 тревог этой войны продлились 1562 часа. Да, за это время россияне выпустили по Киеву 2600 ракет и дронов. Нет, 2500, 1600 дронов и 900 ракет. Из них 800 это были крылатые ракеты ХА-101 и Искандер-Кей. 80 Искандеров баллистических. Сколько же там было? Штук 40, по-моему, кинжалов. И 6 цикронов, цирконов. Цирконы особенно, помню, два из них прилетели прямо во время моего, одного из моих интервью. Так что пришлось сильно пригнуться рядом со мной. Прилетело. Но вот из этих 1369 воздушных тревог, кстати, обратите внимание, в среднем по 1,4 тревоги в день. В день. То есть у нас не одна тревога в день. А учитывая, что бывает, когда россияне неделями нас не обстреливают, то бывает и 8 тревог за день, и, по-моему, 10 бывало. И средняя продолжительность. Полтора часа в день в среднем люди сидят в убежищах. А прибавьте сюда то, что они должны дойти до убежища, выйти из убежища. Что в это время не работает там банки, многие магазины и так далее. То есть насколько россияне испортили нам в Киеве жизнь на протяжении, и портят ее на протяжении уже тысячи дней. 1500 с лишним часов. Но из этих 1369 воздушных тревог у меня есть самая памятная, нелюбимая, конечно, любимых не бывает, но памятная тревога. Я встретил ее вот ровно здесь, где я сейчас с вами сижу. Ну, правда, я стоял и шел, точнее, шел. Вот здесь я прогуливался по Крещатику. Это был 44-й день войны, 9 апреля 2022 года, когда я впервые решился высунуть нос из родного района. До этого я бродил там вокруг, ну, я знал уже все работающие аптеки, где можно купить хлеб, там кофе, что там еще, бассейн, само собой. Все уже знал. И тут я решился на дальний поход, решился ходить на Крещатик, в том числе по просьбе моих соседей, которые там оставалось много пожилых людей, которые просто не знали, что происходит в городе. Ну, ты отрезан даже от центра города. И я почесал, почесал на Крещатик. Шел, и вы знаете, здесь на 44-й день войны. Не было просто вообще ни одного человека, ни одного прохожего. Сейчас мы идем, посмотрите, какой живой город, сколько людей, да. Я, боже мой, машины, ни одной машины, ничего, полная тишина. И тут тревога. Но когда она завыла, значит, я шел тут точно. Извините, восстановлю события. Я шел мимо вот этого киоска с кофе, вот этого, и он был единственный на всем Крещатике, в котором был человек, мужчина, который... Я подошел, говорю, а вы что, кофе делаете? Он говорит, да, сегодня решил впервые, вот впервые. То есть человек тоже впервые вышел. Это первый крест на Крещатике, который впервые стал продавать кофе во время войны. Вот мне везет, да, первый спектакль в театре Леси Украинки, первый кофе на Крещатике выпил я лично. Вот сейчас тут кого-то везут, какие-то членовозы большие. Вон, посмотрите. Членовозы везут кого-то, а в тот день, без всякой помпы, без членовозов, по крайней мере, без громких, со мной по Крещатику бродил наш большой друг Борис Джонсон. Мы тогда еще не знали, что он станет нашим большим другом, но он им стал большой друг Борис Джонсон. Тогда и произошла моя первая с ним историческая встреча. Ну, как встреча? Он бродил по Крещатику, и я бродил по Крещатику. Он шел где-то там, я где-то здесь. Кстати, сейчас вам покажу второе место, где мы второй раз с ним встретились. Вот. А еще я вам покажу сейчас, знаете что, такую интересную штуку. Вот стоит тут. Интересно, многие же те, кто живет не в Украине, и не знают, что это такое. Вот, смотрите. Это, это генераторы. Генераторы наши маленькие друзья. Наш большой друг – это Борис Джонсон. А маленькие друзья – это генераторы. Сначала только он, только Борис Джонсон пришел нам на помощь в апреле 2022 года. Ему, кстати, МИД запрещал посещать Киев, говорил, что это опасно, службу безопасности запрещала. Но он все равно приехал. И я тогда угадал, что он приехал за Черноморским флотом Российской Федерации. Что он приехал убедить нас утопить к чертовой бабушке Черноморский флот Российской Федерации. И оказалось, что вот это было мое первое правильное предсказание за время войны. Именно при помощи Бориса Джонсона мы и при помощи британских ракет мы и утопили Черноморский флот Российской Федерации. А эти наши маленькие друзья – генераторы. К счастью, они сейчас не работают на отдыхе. Тысячный день войны. Но вообще, генераторы, вот вам покажу нашего среднего друга. Это наш средний друг генератора. Сюда заливаем дизель. Отсюда идет черный дым, валит черный дым. Все это со страшной силой тарахтит. И у нас в домах и в кафе появляется свет. Вон там шаурма. Возле нее тоже генераторы, видите? А вот люди машут издали руками, видите? Вот. Это... Наша шанувальница. Да, это наша шанувальница, видите? Вот я сегодня, например, не стал покупать кофе в киоске по одной причине. А как я тогда смогу обнимать любимых зрительниц, гуляя, покрещать? То есть у меня в одной руке будет телефон, который я сейчас все это снимаю, с другой кофе. О, поэтому. Фух. Да, про маленьких друзей я вам рассказал. Тогда появилась поговорка, когда у нас не было электричества. Появилась поговорка, что, вы знаете, страна генераторов всегда победит страну дегенераторов. У нас, конечно, страна генераторов. Некоторые генераторы куплены людьми, частным образом, но есть генераторы, которые большие, промышленные такие, которые спасают наши больницы, школы, университеты, театр. Это генераторы, присланные нашими большими друзьями из-за границы, присланные теми странами, которые, ну, естественно, и странами Запада, и Балтии, и Европы, и Америкой. Но и теми, кто не дает нам оружие, не решается давать нам оружие, но присылает генераторы. Япония, Южная Корея, кто еще у нас там был? Азербайджан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Это страны, которые присылают нам генераторы, чтобы спасти нас от попыток геноцида со стороны Российской Федерации. Сейчас мы дойдем еще до трагического места нашего города. Ну, если то, где мы были, завод Артема, это то, где погибло больше всего людей, то здесь, наверное, главный народный мемориал этой трагедии. Я сразу скажу, что сейчас вот это видео мы будем заканчивать, мы дойдем до Майдана Незалежности. Я еще расскажу вам, конечно, сегодняшние новости. Сегодня тысячный день войны, и сегодня очередной российский удар, и как минимум 10 человек погибли на момент записи этого видео. В городе Глухов, в Сумской области, от удара российской ракеты. То есть ни дня у нас на этой неделе не проходит без большой трагедии. Воскресенье это были Сумы, вчера Одесса, сегодня Глухов. Это еще одна тяжелая страница тысячного дня нашей войны. А это вот наши воины, погибшие. Вот они, наши мертвые. Народный мемориал, погибшим бойцам. Каждый флажок, это флажок в честь конкретного человека. Как бы такое поминальное место в Киеве, в честь наших бойцов. Вот такие флажки люди втыкают. На тысячный день у нас десятки тысяч погибших бойцов. Десятки тысяч погибших. Подолян Алексей Сергеевич, 110-е, 2-го. Позывной Буссоль, позывной Симба. Позывной Док. Каждый этот флажок, это живой человек. Живой человек, которого убили россияне. Хусейнов, Саид Васи Фаглы, видится. Погиб 30 августа 2022 года. Он из Азербайджана. Здесь в честь представителей разных стран есть флажки. Он в честь Латышский легион. Ну, не целый легион там, но латышские бойцы. То есть флаги не только Украины. Флаги других стран, откуда погибшие бойцы. Вон там, Австралия. Там Беларусь. Беларусь. Да, да, да. Ваши там на углу. Там дальше ездим обратить. Да. Там на углу вас отраспитают. Давайте, пойдем. Видите, тут мне местный человек сказал, что если пройти правее, там наши на углу. Но честно вам сказать, я не знаю, кого он имеет в виду под словом наши. Давайте посмотрим, кто такие наши погибшие. На углу. У нас тут все наши. Вот вижу грузинов. Грузинский легион. Вон они. Грузинский флаг. Вы держитесь там в Грузии. Вот ваши здесь гибнут за нас, пока вы там на улице. Тбилиси. Спасайтесь от Российской Федерации. Итальянцы. Вот. Кто же тут наш это на углу? Даже не знаю. Израильтян не вижу. Не могу сказать, что имел в виду этот человек. Но вот столько здесь всего. Столько здесь всего. А мы с вами идем на последнюю точку нашего путешествия. И по дороге я должен вам, конечно же, сообщить и радостную новость. Сегодня у нас не только грусть. Сегодня мы получили на тысячный день, наконец-то, стоило подождать тысячу, сука, дней, чтобы наши западные партнеры расчехлились вслед за Борисом Джонсоном и поняли, что без ударов вглубь территории России Россию не победить. Без уничтожения российской армии у этой войны будет и двухтысячный день, и трехтысячный, и десятитысячный. А что сделать, чтобы не было на войне двухтысячного, и тем более десятитысячного, не дай бог? Не, уничтожить всю российскую армию. Да, не только та, которая на оккупированных территориях, но всю. Поэтому бить нужно по всей территории Российской Федерации, по всем ее военным объектам. Это реально. Это реально. Просто нужно приложить усилия, предоставить нам все виды оружия, которые только бывают у наших западных партнеров. И вот, как вы знаете, в воскресенье вечером пришла новость о том, что нам разрешили бить по России. Потом вдруг стали все давать заднюю, что, дескать, только Курская область. Но вчера нас уже порадовал Боррель, министр иностранных дел Евросоюза. Наш большой друг тоже приезжал шесть раз к нам в Киев за время войны. Который сказал, что все нормально, пацаны, на 300 километров вглубь. То есть настолько, насколько бьет Атакамс, вы бить можете. Кстати, Storm Shadow, тот вариант, который нам дают, он тоже на 300 километров. Поэтому, скорее всего, может быть, можно и Storm Shadow, ами. Вот. Вот еще один наш друг маленький мой, зеленый, стоит. И сегодня мы получили прямое доказательство. Как предупреждал президент Зеленский, как предупреждал президент Зеленский, ракеты поговорят сами за себя. И сегодня они рассказали жителям Брянской области, что не надо у себя располагать склады с ракетами, особенно корейскими ракетами. Склады с управляемыми авиабомбами, с артиллерийскими снарядами. Потому что прилетело туда 8 ракет Атакамс. Все это хозяйство сдетонировало к чертовой бабушке. И это было первое использование Атакамса, уже официальное, с разрешения вглубь территории Российской Федерации Федерации. Да, это было два неофициальных, я вам про них говорил. Подозреваю, но доказательств нет. А это уже легал, легально. Все, как мы любим. Ох! Ну, говорят, Путин сегодня подписал новую ядерную стратегию Российской Федерации Федерации. Об этом мы поговорим с вами в завтрашнем выпуске. Сегодня это был выпуск Тысячного дня. Напомню, кстати, что канал, ютуб-канал Штельман появился на 186-й день войны. На 186-й день. А на 190-й день войны, это был день независимости Украины, вот в той вот улочке, вот сюда вот, приехал Борис Джонсон. Это было наше второе свидание. У нас с Борисом Джонсоном там было второе свидание. Ну, а наше сегодняшнее с вами свидание заканчивается на том же символическом месте, на главпочтамте. Все расстояния от Киева отсчитываются от главпочтамта. Тысячу шагов мы сегодня по Киеву прошли. Тысячу дней этой войны прожили. Я надеюсь, что на 2000-й день нам здесь не нужно будет с вами встречаться, а будем встречаться в ресторане, пить ока-колу, поминать всех, кто не дожил и радоваться нашей общей победе. Вы смотрели «Тысячу шагов по Киеву», прогулка без Гордона на канале Штельман. Подписывайтесь на этот канал, как вот те люди, которых мы с вами встречали сегодня. Поставьте лайк. Завтра уже будет регулярный, нормальный, как вы любите, на диване выпуск. А сегодня не обессудьте, если я что-то не так сказал. Видите сами. Суматоха тысячного дня. Спасибо, люблю вас всех.